Хей, ребят, всем привет, с вами Вика и Денис, и у нас сейчас очень важное событие в жизни. Я уверен, что вы сейчас тоже будете в шоке, мы в шоке, для нас это вообще так неожиданно, мы даже не планировали. Все, наверное, думают, что я сейчас беременна. Нет, Вика не беременна, мы собираемся покупать автомобиль. Ребят, мы только что выбрали наш свой, наш, я даже запоминаю, свой первый автомобиль. Да, только мы его заберем поможем, потому что у нас переживка. Мы, короче, не будем показывать, какой мы выбрали, пока что, но мы сейчас вам приедем домой и расскажем, как мы выбирали и как долго мы мучились с выбором первого автомобиля. Это очень важное для нас событие, потому что это первая машина, которая у нас будет. Да, то есть первая машина в нашу семью, и мы решили этот, как бы, такой подарок сделать в нашу семью на годовщину, но автодилеры все нас подвели со сроками, и поэтому мы машину получим спустя только через практически неделю. Но всем, наверное, не терпится узнать, какую тачку мы выбрали, да? Нет? Надо говорить уже правильно. Не-не-не, нельзя говорить, давайте лучше мы расскажем все по порядку. Короче, я Вике говорю, давай мы купим машинку такую, ну, недорогую, с рук. Вика такая, с рук вообще не хочу. Она будет ломаться. Вообще никакую тогда мы не берем. Я такой, ну, давай, окей, новые посмотрим. И, в общем, я мечтал, наверное, о премиальной тачке. Ну, то есть это из брендов, это Lexus, BMW, Mercedes и Audi. Я такой говорю, вот есть Mercedes, погнали посмотрим. Звоню в автосалон, говорю, вот такая тачка мне понравилась. Мне там говорят, ну, такой машины нет. Это просто замануха, как бы. Ну, только так не говорят, там они завуалируют. Очень круто, типа, машина придет через 3-4 месяца, но мы точно не знаем, придет ли вообще. И есть такая же машина, на 200 тысяч дороже. Мы такие, ну, окей, поехали смотреть. Назначаем встречу на следующий день. Берем Вику, привозим. Мне машина, в принципе, понравилась. Такая черненькая. Вика смотрит на машину и... Чтобы вы понимали, это Амерса А-класса. А-класс. Просто такой маленький легковой... Седан. Да. И я такая, просто в нее залезаю и смотрю, там карбон или как это называется? Да, там, в общем, панель сделана под карбон, такая, как бы, сеточка, но не какая-то такая, типа, стрёмная, а от настоящего Мерседеса на заводе. Сделана классная панель. Мне, в принципе, понравилось. И сиденья. Они какие-то непонятно странные были. Какая-то там прошивка была тканевая в середине, а все остальное кожа. И мне так не понравилось. Просто я такая, боже мой, и за это надо отдать столько денег? А я уже был готов просто, типа, отдать реально столько денег, забрать эту тачку и уехать на ней. И я такая говорю, Денис, а давай посмотрим другую машину. Она была дороже. Это была целашка. И там уже только большие кредиты. Ну, то есть, это уже совсем другая история покупки. И нам предлагают машину, нам говорят, какие есть. Мы такие, типа, ну, ладно, посмотрим. Выходим из салона, оборачиваемся. И там стоит белая целая с панорамной черной крышей. Она просто настолько была красивая, офигенная. Мы с Викой просто потеряли дар речи, дар всего. Забегаем туда, нам говорят, мы сделаем для вас скидку. Подаем заявку на кредит, мне одобрили кредит. Вносим предоплату, приезжаем домой и ждем ответа по кредиту. Два дня я мучился и думаю о том, как я буду ездить к своим родителям, как я буду ездить по нашим дорогам. Потому что клиренс у нее 125 миллиметров. Вот такой. Не, ну чуть побольше, может быть. Чуть-чуть побольше просто, да. Но, в общем, с горечью мы отказались от этого красавца. Было так. Мы внесли предоплату, приехали домой довольные. Утром я просыпаюсь довольная, что вот вечером или завтра мы заберем нашу машину. И тут мне Денис радует новостью, что он не хочет эту машину, но по той причине, что она очень низкая. Да, я начинаю Вике говорить, что она, во-первых, очень дорого стоит. Это большой кредит, когда мы его отдадим. Типа я, это первый автомобиль, что не нужно тратиться на это все. Плюс вспоминаю слова своего знакомого, что это пузотерка. Я такой, что-то я не хочу. В общем, мы передумали, забрали денежки и поехали дальше по брендам. Покупка машины продолжалась. Мы поехали в другие автосалоны. Это Мазда, Вольцваген и BMW. Да, Денис захотел X1 BMW. Маленький диппель BMW, вот такой. Да, и был вариант взять Мазду, CX5, это тоже кроссовер. Причем она гораздо дешевле. Плюс давали в магазине Мазда просто все возможные плюшки. Это сигнализация с автозапуском, всякие коврики, защиты. Все-все-все. Даже говорили, можно вам в любой цвет пленкой ее еще обклеить. Ну, словно, там был классный. Но, короче, мне не понравилась Мазда CX5. Вообще. Почему-то мне показалось, что она как будто какой-то гигантский надутый шар. Хоть и фары, конечно, у нее очень красивые. Внутри она очень классная, она очень комфортная, удобная, красивая, стильная. Но при этом внешка Дениса не устраивала. В принципе, мне тоже не очень. Ну, на самом деле, панель как бы тоже, на самом деле, там все классно. Вроде как кожаный салон. Но вот те места, которые ты не трогал, они как бы сделаны из простого пластика. И мы поехали в Volkswagen. Нам понравился Volkswagen Tiguan. И на самом деле это уже чувствовалось, что снаружи он выглядит очень уверенно. В салоне он выглядит тоже очень уверенно, но как-то все это аскетично. То есть это как-то... Мы с Викой подумали, что у нас не тот возраст, чтобы кататься на Volkswagen Tiguan. И я скидываю фотографии своей маме, и она такая говорит... Что-то, ребята, это вообще не для вас. Ну, это плюс 10 лет, наверное. Да, мы думаем о том, что типа это классная тачка. И Мазда классная тачка. Но это немножко не наша. И мы такие, это вот чуть-чуть не наша. И мы поехали в BMW. Заходим в BMW, видим эти цены. Челюсть падает на пол, мы ее пинаем. Она запрыгивает обратно. Язык заплетается. Эти цены просто космические. Оказалось, что есть на складе машинки, которые, в принципе, мы можем потянуть. Ну, в кредит как-то там, или перезанять деньги. Ну, за наличку мы могли X1 взять. Но прям с трудом, с трудом. Вот с пробуксовкой. И мы выбираем X1, который нам должны привезти со склада. Вносим предоплату. Да, и вы уж, наверное, по рассказу поняли, что у нас X1 не будет. Это как два дебила, короче. Дважды унесли предоплату, дважды ее забрали. Кстати, BMW еще не забрали. Не забрали, еще он будет съездить забрать. Там, в общем-то, проблема была такая. Мы ждали нашу машину. Писали, когда, когда, когда. Они такие, ну, через день, через день. А отгрузки все нет. И в итоге, поздно ночью, где-то время было 11.30, мы смотрели сериальчик. Я не смотрел сериал, я читал про эту машину. И как-то случайно мне попался пост, какое-то сообщение, блог, ну, в письменном виде, где парень рассказывал, как он путешествовал на этом BMW X1 и описывал о том, что у него в двигателе всего три цилиндра. То есть, трехцилиндровый двигатель, как в окушке. То есть, в бензопиле два цилиндра, в окушке и в BMW вот в этом X1 комплектации три цилиндра, а во всех нормальных машин четыре либо более цилиндров. Ну, то есть, я понимаю, что этот двигатель рассыпется. Да, он турбированный, он мощный, но просто он недолговечный. Это всего три цилиндра. Плюс она еще тарахтеть будет как-то странно. Как будто трейд, короче, это вам не нужна информация. Я в панике. Плюс самая маленькая и самая дешевая и за машином BMW. Вика никак ее вообще, если честно, не хотела. Короче, неполноценная машина, как помню. Потом мы всю ночь переживали, что же делать. Вроде ей нравится, вроде ей цена хорошая, вроде... Ну, три цилиндра, Вика говорит, три цилиндра. Я не хочу отдавать деньги за три цилиндра. Это типа отстой. За неполноценную тачку. Это же говно какое-то. Ну, в общем, я всю ночь не спал, Вика уснула, я не мог уснуть. В 7 часов утра я пишу менеджеру, говорю, мы отменяем покупку. Нам не подходит то, что в машине три цилиндра. Мне уговаривают, что все, в принципе, окей, в тачке будет, что она будет ездить. Наверное, так оно и есть. Причем нам об этом даже ничего не сказали. Да, нам не сказали. Нам просто сказали, что типа, да, двигатель 1.5, турбированный. Все про нее рассказали. Да, все рассказали. Объемы, какой двигатель. Там типа все классно-классно. Но, блин, три цилиндра, чуваки, сейчас это нигде не ставится. Это вообще какая-то новая история. Но лично для меня, типа, я не готов покупать. Я не готов даже турбированный двигатель был покупать. Потому что я понимаю, что на вторичке их потом покупают, мне кажется, хуже, чем обычные атмосферники. Ну, здесь тоже вопрос. Ну, после 100 тысяч километров, говорят, что начинаются проблемы. Маленький двигатель, из которого выжимают очень большую мощность. То есть, конечно, он устанет за это время. И сломается. Так вот, мы в этот же день поехали в другой автосалон. Утро, я не спавший, я такой весь... Вика пошла на ноготочки. Я такой весь опухший, звоню по всем брендам, говорю, Volkswagen. Все, мы берем Volkswagen, я Вике скиду фотографии, какие Volkswagen есть. И тот Volkswagen, который нам нравится, Tiguan, красивенький. Это комплектация Sportline, он дороже на полмиллиона. Все остальные дешевле на полмиллиона, просто потому, что у него в круг обвес, без хромированной вот этой красивой там такой штучечки. А тема, мне кажется, Tiguan как раз-таки в этом хромированном подвесе. Да, 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 то есть, такая хитрость, типа, ты готов полляма переплатить, типа, за это? Ну, там, да, там в комплектации еще, конечно, разные вещи. Но мы с Викой такие думаем, ладно, простенькие возьмем и все. И тут я вижу, что выходит, там, на... Смотрю, ценники, мы вообще не тянем. Звоню в автосалон, говорю, сколько самая такая динарная комплектация, самая бюджетная. Мне говорят, ценник, я такой... Ребят, мы только что выбрали наш, свой, наш, я даже запинаю свой первый автомобиль. Да, только мы его заберем поможем, потому что у нас будет перешивка. Мы, короче, не будем показывать, какой мы выбрали, пока что. Но мы сейчас вам приедем домой и расскажем, как мы выбирали и как долго мы мучились с выбором первого автомобиля. Хей, ребят, мы решили все-таки пока что вам не говорить, какую машину мы выбрали. Совсем скоро выйдет новая часть, где мы будем забирать нашу первую машину из автосалона. И вы все сами увидите и узнаете. Поэтому наберитесь немножечко терпения. Я надеюсь, вы порадуетесь за нас, потому что мы сейчас не хвастаемся, не выпендриваемся, ничего такого. Мы просто делимся с вами вот таким радостным событием в нашей жизни. И надеемся, что все будет хорошо. И надеемся, что вы тоже порадуетесь вместе с нами за нас. Да, я с тобой согласна. В общем, спасибо, что посмотрели это видео. И обязательно подписывайтесь на нас в инстаграм, чтобы первыми увидеть нашу новую тачку, потому что там явно будут сторизы с ней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А с вами была Викулька. И Денис. Всем удачи и всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok